В данный момент у нас готовится уже интерьер дома коменданта, в данный момент идет уборка помещения. И дом почти готов к сдаче, рассказывает Дмитрий Лебедев. Декорации строит его команда художников и реставраторов из Москвы. Именно они работали над кинопроектами «Викинг» и «Скиф». Практически без окон и дверей барак-2, жилой, игровой. В процессе почти окончания у нас столовая, где у нас будет происходить очень много действий. А еще дом охраны, госпиталь и клуб. Всего возведут 17 строений, 7 из них жилые. В Лаишево под деталем воссоздают сибирский городок Семрук, где и разворачивается основная сюжетная линия. Рельеф местности схож с таежными красотами. Река – главный действующий персонаж в произведении. Здесь Кама наиболее похожа на ангару, именно поэтому выбрали эту местность. Нужно было, чтобы устье реки было очень широкое и соседнего берега не было видно. Татарская жизнь Зулихи будет сниматься не в Лаишевском районе, где – пока уточняется. Известно, что среди локаций есть Пермский край и Казань. Напомним, что роман Гудельяхина – это история женщины из небольшой татарской деревни, которую выдают замуж в 15 лет. На ее долю выпадает много страданий и потерь. Известно, что кастинг актеров уже завершен. В главной роли Чулбан Хаматова. Что касается декораций, то это капитальные строения. И после завершения проекта они станут арт-объектом и будут открыты для посещения. Альбина Слугараева, Александр Лобанов, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова